Земля цвета повернёт во тьму. Теперь о Гроссу. Человек опять пишет, то есть на канале ему нужно побольше лайков. Вот он называется, вот эта штука, да? Вот. До чего он взял и сделал эту фотографию? Потому что нас учат люди, которые не знают, где находятся кончики корней. Он искренне считает, что разрыхлил, лишил, уничтожил муравьёв, уничтожил самых главных жильцов, симбионтов. В школе слово симбионт проходили. Я знаю. Ну их сожители, как все, друзья. Не нахлебники, они все в одной цепочке. Здесь уничтожены черви. Всё это сделано прекрасно, да. И куда она сыпет? Тут кроме нескольких в мою руку толщиной корней, без единого корешка, ничего нет. И вот эти люди нас учат. Сад надо регулярно подкравить. Теперь представляете, нормальный человек, обыватель, лётчик первого класса, 10 тысяч часов налёта, хочется отдохнуть, пришёл в сад, увидел эту картинку, где-то там, отдыхая, залез там в интернет, увидел. И каждый год, вот что получается? Он же верит этому, потому что он лётчик, он не садовод. Каждый год он будет сыпать, уничтожать. А ведь это же минеральное удобрение, это же яд. Это же яд. Почему? Здесь понятие концентрация. Мы представим себе, что полстакана воды, полстакана соли. Вы будете... Организм удается в соли. Да его можно отравить в соли, можно уничтожить, буквально. Вот это вот всё, а кто запрет-то поставит? Кто? Нам рот затыкает. Нас нет, не даёт возможности выступать, это самое, под кнопкой под этим микрофон отключать, как не отключили. Вот, пожалуйста. Это одно целое. Это канал, вот это. Учитесь. Учитесь. Вот, купите всё, купите. Вот, смотрите. Купите саженцы. А потом ещё. Теперь, значит, придумали сильный способ. Опять уничтожено всё. На 20 сантиметров я ничего не выдумал. 20 сантиметров заглубить. Это примерно... У меня вот это 15, значит, ещё больше. Вот так. Заглубить, значит, скалечить корни. Так. Сделать канавку. Насыпать в эту канавку. А вообще стоять на коленях. А зачем всё это делать? Вот так вот надо было. Хорошо. Вот так вот. Вот как соль посыпают, только по перебету. А самое главное – не трогать почву. Вот это современная агротехника, которая идёт с тех времён, когда надо всё разошлить, потом кормить. А дерево не знает, думает, как же так, если не разошлить, я останусь голодным. А голодным оно потому, что там перерывано полностью снабжение. Корни оголены. Мекоризы нет. Червей нет. Грибов нет, которые одно целое с корнями составляют. Нет. Она же это уничтожила. А сейчас всё посыпала так, чтобы ещё отравить то, что осталось. В детской какой-то трибуны надо всё это кричать. Ну, я знаете как, я же самый противный. Помните, тот Иван меня, это самый как? Значит, вы думали, вы добрый или как там? Мнение сложилось. А вот, смотрите, перчик уже больной. Я ничего не выдумал. Смотри на листья. Он уже болен. И ты что думаешь, ты его накормишь? Ты его до конца угромишь. Когда постулат железа в один из двух солнцах, когда дерево больно, прекращаются все операции. Не кормить, не поливать, не удобрять, ничего не делать. Вы можете только навредить. Дело в том, что у меня вот это было, смотрите. Вот это у меня давно уже. Я уже пинал их, пинал. Это из книги. Вот секатор, видите секатор? Вот самый длинный кольц отрезать. Как они делают? Внимание. Тут можно прочитать. Да, можно прочитать. Вот. Дело в том, что это, назовем, старая книга, назовем ее исходником. Вот и слова. Вот они, видите? Вот. Видишь? А теперь смотрим. Для того, чтобы это не стало плагиатом. Это я так оскутия висаю, но это очень важно. Чтобы это не стало плагиатом, берется. Та же самая картина. Почему? Еще красивее. И, смотри, другой текст. Вначале там было установить и выкопать, а здесь выкопать, установить. Все. А это не плагиат, а на самом деле страшнейшее. Обрежьте слишком длинные корни. Да ты выкопай яму. Целый-то был. Ну, какие мозги надо иметь, чтобы не знать, для чего цитральный корень. И вот так пошло. Один чуть не сказал, кто. Вот. Это следующие, смотрите. Они сами мне лезут. Вот видите, одна публикация. Видели? Похож, нет? Да, это же самое. Это же самое. Дальше. Это же самое. Долго передрать вот это все. Дата 20-й год. Это я фотографирую 20-й год. Это книга старинная. Дальше. Скоро мне, когда-нибудь я выпущу, мне времени не хватает. Так называемую консткамеру. Самых дебильных, идиотских советов во все века и народе. Подкорбка плодовых дерево-трубу. Дальше я пишу. Или хотите вылететь трубу? Вот. Вот это мне кто-то прислал недавно. Я сам специально не ищу, у меня столько корреспондентов. Но что вы скажете? А что я скажу? Вот она труба, вот расшифровка. Сейчас там ниже. Короче говоря, дерево средних размеров. Смотрите, куда подается. Корнял. Корнял. А я сейчас покажу, потому что они ни разу в жизни ко мне не видели. А вон еще рядом одна. Видите трубочка? Нет, это, по-моему, не трубочка. Это трубочка, закопанная вровень с землей. Так не делают так, потому что она тут же исчезнет. Нет, это что-то, какой-нибудь чехолчик лежит. Вот. Дело в том, что первое, чего они не знают, что, сделав вот это, сделав учебный снимок, они что не знают? Это не знают того, чтобы воду лить бесполезно. Это надо часами лить. Часами. А это невозможно. Если бы тут была большая воронка, и вода бы туда поступала с неба, но тогда смысла нет. Она и так с него льется. А это не все. Это я только начал прикалываться. Вот. Ну, а теперь представим себе вот это все. Работают сасывающие корешки. Каждый из них отвечает за… У них идут капилляры, так? Капилляры. И у них идет связь. Это сложнейшее инженерное сооружение. Капилляры соединяются так, что вот этот вот капиллярчик, он вот тут окажется. А вот от этого, вот тут. Они этого не знают. Когда вот сюда вбили, в капаллю трубу, я дальше на растение идут. Я начинал с этого. Нарисую, возьму этот. И покажу, и успокоюсь. Вот здесь под 45 градусов. Получается, уже накормить его невозможно. Так? Эти корни в сухом виде. Ну, допустим, заслал, да? А он льет, льет трубу и думает, кормит. А на самом деле, все эти корешки, они работать не будут. Почему? Все вместе. Это связь между с грибами, особенно с грибами. Так? Вот. Вся вода тут, весь полив. А здесь все сухо. Почва сухая. Черви жить не могут. Они на 90-х, потому что с воды состоят. Черви жить не могут. Так? Значит, раз червей нету, дерево кормить некому. Вы знаете, что такое грибы? Дождливые волоси, много грибов, расцвет грибов, да? А засуха? А? Где грибы? Где? Под землей? Подыхают под землей. Подыхают. Не просто, а подыхают. Ну, после засухи, кто-нибудь видел, грибами ходят? Нет? А они этого не знают. И вот это, это ладно. Смотрим дальше. Я только начал прикалываться. Это я взял из интернета. Видите? А это стержневый корень. Так, нет? Угу. Те самые, которые надо было раньше отрезать, чтобы ухл, какой ненависть к ним. Чем глубже, тем более насыщенный минерально-сырьевой раствор. Я это знал в школе, а они после академии этого не знают. Так, теперь. Вот здесь, видишь, обрезано справа вверху. Угу. Это палка, которая обросла корень. До сих пор я не придумали название. Вот это корневой отводок, вот ниже. Ну, понятно. Это корневой отводок. Он не имеет центрального корня. Вот так распоряжается под этим. А этому я, ну, это учёба, поэтому я акцент делал на чём. Палку откнули, обросла корнями. Что-то среднее между этим корневым отводком. Вот. И вот этим. Теперь внимание. Пишу. Сейчас по чайной ложке. Это я железом впервые стал художником. Представь себе, что вот это труба. Так. И вот здесь вот, сверху подают воду. Вот эти корни, кто накормит, напоит, а? Вот эти. Вот эти, кто накормит, вот эти. Но теперь-то наглядно, что это дурь или ненаглядно? Вот этого трубы. Нет, что вы. Стоило этого. Это наши феи. Самая вредная передача на планете, почему? В России. Потому что они уже столько дури придумали. Одна из них, это та же труба, значит, с крышечкой. Вот. И они думают, что туда будут воду поливать. Они когда нальют воду, она тут же остановится. Потом она будет садить, садить часами. Знаешь, подходить каждый час и туда налить там, ну сколько? Ну, литра два, да? Почему? Внимание. Это не я. Диаметр пластиковых труб 5 или 10 сантиметров. Всем показываю, что такое 5 сантиметров. А кто-то же купит 5 сантиметров. Два-четыре отверстия. Изувечить всю. Корневую систему. Да. Ведь это же, ну там поумнее, там выше что было делать? Там выше было написано бур использовать. А здесь они... Нет, там тоже написано про бур. Нет, дело в том, что вот это вот, вот это, это я вставил, это относится, вот это вот, расселит относится вот сюда, к этому. Вот к этому. Ну я, наверное, неудачно вставил вот этих. Вот. И получается, поливать это надо. Я понимаю, дождевальная установка, как у меня, да? Вот. Равномерно, все по капелькам. Ледяная вода холодная с этих, с артезианского колодца, она успевает нагреться. Потому что, она буквально распыление происходит. Она не успела в жаркую погоду упасть. Она уже нагрелась на почву. Вот. И зачем вот это было делать? Ведь кто-то же на счет делать вот это вот. Глупости суспедные. Подавать одну точку, где один процент камней. А на себя не пробовали? Академия, просыпайся, дальше я одна буква. Академия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...